Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых свежих народных новостях. И начнем мы с игры престолов белорусской лукашенковской капусты. Белорусская белокочанная капуста продолжает удивлять белорусский народ своими ценами. Но не только ценами, но и чеками, в которых они начали прописывать год выпуска, точнее год выращивания той или иной сельскохозяйственной продукции. Ну, чтобы возможность была цену приподнять. Белокочанная капуста стоит 3 рубля 26 копеек, и она выросла в 22-м году. Ну, уже успела вырасти. В общем-то, это белорусский колхоз. Это снова белорусские колхозы. Знаете, я делаю такой вывод, что все белорусские колхозы выглядят так, точнее вообще никак. Это просто дикий ужас. Это просто банальные заброшки. Просто заброшки, куда загнали коров. Друзья, белорусы, у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, пришлите мне видео хорошего колхоза, где ухожено все и чисто. Я правда опубликую, потому что я в дикой депрессии от того, что я вижу. Складывается такое впечатление, что в Беларуси нет нормальных колхозов. Я очень надеюсь, что хотя бы один есть. Пожалуйста, пришлите к нам в Телеграм-бот. Ну, это правда, это нужно. Так как я просто в диком ужасе. Каждый день колхозы по колено в говне. Коровы убиты, над ними там реально издеваются. Многие кадры я даже показывать не могу. Просто не могу, так как Ютуб определит неприемлемым контент. Это дикий ужас. Видео из хлебозавода. В общем-то, то, что птицы кушают этот хлеб до того, как вы приобретете этот хлеб в магазине, это часть беды. Самое интересное, что после того, как птички насрали на этот самый хлеб, нам придется его есть. А я удивлялся, откуда берутся тараканы, опарыши и червяки в этом самом хлебе. Вот вся причина. Они поставили хлеб на ветер, но не на обдувание, так как хлеб нужно остудить после приготовления, чтобы он остыл. Его остужают ветром. Они просто выставили его на улицу и открыли окна, чтобы сэкономить электричество на предприятии. Ну а птицы, как вы понимаете, кушать хотят и какать хотят. Вот на нашем хлебе кушают, а потом какают. А мы потом с вами это все употребляем. Страна для жизни. Ну и сообщение от читателя. Добрый день. Я не буду оригинален, но вынужден поделиться результатами реформы ЖКХ Фрунденского района города Минска под руководством главы администрации Шкурднева СА. Квей спустится с горки Шухарева. Дом Лабанка 81, по-моему. И остаться в живых. Вот так спускаемся. Спасибо ЖКХ и господину Шкурдневу. Дай Бог ему здоровья. И всю жизнь он поднимался и спускался по этой горочке. По этой лестнице. Вот такая реформа ЖКХ в городе Минске. Квейст пройден. Нам всем известно, что лукашенковские бандиты ничего не делают в белорусских дворах. Если вы хотите детскую площадку, ставьте ее за свои деньги. Если вы хотите чистоту возле своего подъезда, тоже чистите снег самостоятельно. Но если у вас нет времени чистить этот самый снег, ваш подъезд, точнее ваша дворовая территория будет выглядеть примерно так. А вот колея выезда со двора. Давайте посмотрите. Немного. Уж. Что-то страна находится. Сейчас все у колеи покажу. Она вся такая. А, да, вот тут посидите. Так, вы можете выехать со двора, нет? Не можем. Не можете? А чего не можете? Так вот взяли бы лопаты. Укажем сказал, берите, раздевайтесь и работайте. Вот, я почистил. Молодец. Так, продолжай, кто ждусь. А самое главное, в то время, когда белорусская ЖКХ попросту не работает и говорит о том, что никто не знает, что происходит в наших дворах, а мы должны постоянно долбить 115 или ходить куда-то жаловаться, вот эти камеры подтверждают, что лукашенковские бандиты знают все. Знают, что засраны подъезды, знают, что засраны мусорки, знают, что не убраны дворы. Поэтому, когда они говорят, что они ничего не знают, это просто банальная ложь. Белорусские школы продолжают поборы с родителей детей. А самое интересное, что они выставляют прайс. Если у тебя один ребенок, заплати столько. Если двое ходят в эту самую школу, то тебе скидку сделают. Но если трое, так же будет скидка. Так вот, читательница пишет, у меня 250 рублей заработная плата. Из них 150 рублей я отдаю за коммунальные услуги. Каким образом я могу сдать в школу что-либо из того, что они просят? Ну и вопрос номер два. В школе учатся около 500 человек. И если каждый ученик сдаст по 30 рублей в школу, тогда задается вопрос, куда они денут эти 15 тысяч белорусских рублей? Куда такие деньги пойдут? Вопрос. И где деньги с белорусского бюджета? Мы же вроде бы как уже оплатили налог для того, чтобы школа могла функционировать. Или я что-то неправильно понимаю? Станция метро «Октябрьская» выглядит примерно вот так. Реально деревом подпирают шпалы. Совсем недавно с одним из белорусских блогеров я общался по поводу белорусского гомерцкого туалета за миллион долларов. И он мне задал вопрос, как он? Как стоит? Я ответил, не сомневаясь, что он не работает. Так как, когда я был последний раз, год назад там, он не работал. И знаете, за год ничего не изменилось. Миллион долларов вбухали в постройку лукашенковского туалета, и он попросту не функционирует. Туалет за миллион долларов. 18.15 время. Хотели сходить, гуляли в парке. Оп, мавзолей. Мавзолей. 18.15 воскресенье. Сходили в туалет. Она для жизни. Белорусские товары растут в цене. И чтобы не так был заметен этот самый рост, производители начали хитрить. Не уменьшая цену, уменьшают количество того или иного продукта. Даже Брест-Литовская, довольно хорошая и качественная продукция этого производителя, стала уменьшать объем, на данный момент, сметаны. Было 400, стало 380. А цена такая, как и была. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и присылайте свои народные новости к нам в Telegram. Чем больше народных новостей от вас, тем больше народных новостей от нас для вас. Поэтому присылайте народные новости к нам в Telegram-бот. Будет очень интересно. Я уже знаю, что некоторые чиновники и работники ЖКХ упрашивают наших читателей, чтобы они не присылали нам те или иные видеозаписи и телефонные разговоры. Я уже их прослушал и готовлю ролик. Здравствуйте, Елена, слушаю вас. Здравствуйте, 1-3. Воды нет. С утра не было холодной, сейчас нет горячей. Горячей нет, потому что подвал залит. Сейчас вода сойдет, через 3-4 часа подъедет, аварийно будут устранять. А за дванок у меня же деньги возьмете, да? В смысле, мы деньги не берем. У вас тут пишется согласно тарифу вашего оператора. Ага. Хорошо, а еще, а снег у нас почистил в дворе или нет? Но у нас такой информации нет. Если не чищен, то мы передадим заявку на Дома управления. Я могу видео переслать, если вы хотите. Ну, видео вы можете оставить на сайте. В общем-то, если они не решат эту проблему, мы обязательно это опубликуем. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Помните про политические заключенных и поддерживайте родных и близких политических заключенных. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, реальные и актуальные народные новости от канала Реальная Беларусь. Специально для вас. Живи, Беларусь! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok